Доброе, шахрисабское, друзья. Ну не утро, уже обед, наверное. К чему посвящен этот ролик? К тому, что дальше будет. Поэтому место выбрали чинор, такое символическое, связанное с деревом. Позвали Федю. Чисто такой символический обед у нас. Не прощальник, заметьте, не прощальник. Сейчас вышли из дома, ну впервые, наверное, за три дня. Но я-то выходил, и такое резкое-резкое солнце. Я вообще впервые в жизни вижу, чтобы так ребенок плакал. Он так испугался этого солнца, как дитё подземелья успокоили. Сейчас уже радуется. Федя еще не знает, про что ролик. Простой сегодняшний ролик. В обед покушаем. Просто обед покушаем? Да. Сегодня вот в обед обсуждаем, как дальше жить. Стратегию дальнейшую. Да, стратегию дальнейшую. Что будет завтра, после завтра. Через неделю. Что будет, ну, покушаем. Пытаемся анализировать вообще. Я не могу не сказать. Не, 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 не надо. Кепку дай снимать. Кепку дай снимать. Здесь не надо. Не говорите? Кепку дай снимать. Ладно, не буду, друзья, говорить. А, еще у тебя... Самая хорошая... Новость. Новость у тебя. Ну, ты, наверное, в Москву идешь. Скоро у тебя есть сюрприз. Какой? Тебе. Что за сюрприз? Приглашаю тебя на большой свадьбе. Ты меня приглашаешь на свадьбу? Родители все в курсе. Твои? Да, все ростные, все в курсе. Ждали вас на свадьбу. Да. То есть я уже, в принципе, догадываюсь. А я думаю, что ты молчал все это время? Стал реже появляться у нас дома. Оказывается, вот в чем. Весь прикол был. Это хорошая новость. Ну, если ты рад, я тоже буду рад. Если эта новость тебя обрадует, даже не новость, а это мероприятие, это будет хорошо. Был вчера вечером, конечно, удивлен. Ну, мы отварили дома шурпу. Специально отлили Максиму бульон. Ну, такая нежирная шурпа из говядины. Он просто всю тарелку шурпы навернул. Вот что значит вкусная. еда. Как тебе сегодняшняя мостова? Очень хорошая. Очень вкусная, свежая. Вкусная, как моя жизнь. Как твоя жизнь хорошая. Да, друзья, кто хочет пробовать вкусную мостову, приходите до обеда. Вот именно желательно к 11 утра в это время. Она только свеженькая такая. Вечерняя мостовая. Она тоже вкусная, но она вечерняя. Как должны нарезаны быть овощи в мостове, друзья? Смотрите. Мелкая картошечка, мелкое мясо, болгарский перчик, мелкое мясо, помидорка. В общем, все мелко нарезается. И рис лежит в отдельной посудине. То есть, когда кто-то заказ сделал, наливается бульон, и рис уже добавляется. Но очень вкусно. А в Ташкенте вместо вот этих маленьких кусочков мелко-мелко с молодого барашка на ребрышке мясо добавляет. Тоже вообще обалденно. Запомнил ташкентскую мостову. А вот сельдерей я вижу. Стебель. Аксин прыгает 2 часа. А, еще. Денис, я одну вещь забыл тебя. В этот день кахраму мы будем готовить. О чем будет готовить? Плох? Нет, подожди. Кахраму не будет готовить. Не будет? Нет. Я просто, все, что, сколько идет за 400 человек, что уходит, я узнаю его, список составлю. Чтобы повар не занял, чтобы деньги не платил, все ты должен готовить. Вот тебе есть. В каком месяце все? Ну, это... Давай уже, раскрывай все карты. Ну, где-то я точно не буду говорить. Ну, после праздника. В мае, где-то в мае. Остальное не буду говорить. Ты готовься, чтобы побольше готовиться. По поводу нашего канала хочу сказать, мы будем снимать до тех пор, пока хватит у нас сил и возможностей. спасибо, там, некоторым подписчикам помогают тоже. Благо, есть такие. Поэтому будем надеяться на лучшее и стараться снимать побольше выпусков. Я не понял, а почему в мае? Мае, потому что все дешевле будет. Овощи. Овощи, все, все уходят. Свежие овощи. А у вас есть свидетели? В огородах. Свидетели есть? Кто у тебя был свидетелем? Я вообще что-то не помню этот момент. Свидетели в Узбекистане тоже есть? Да. Кто у тебя свидетель? Еще не думаю. Все, не буду говорить. Вы хотели увидеть Федю в пиджаке и галстуке, друзья? Вот как раз появится в мае этот момент. Возможность такая. Я обязательно запечатлею все это на камеру и вам покажу. На самом деле я сам шокирован от этих новостей. Он не зря нас сегодня позвал сюда. Я ему хотел сказать. Ну мы тоже были в стране пока в недоумении. Не понимали, что снимать, не снимать, уезжать, не уезжать. Пока решили остаться, снимать. Федя говорит, и я вам скажу хорошую новость. Вот удивило нас сегодня. Предложил Феде, чтобы все меню было мясное из козы. В ответ, что ты мне сказал, Федя? Ну почему нельзя? Просто говори как есть. Ничего из-таки. Нет, нет. Он не любит. А с чем? Сарка не очень не любит. А с чем он связан? Скажи аккуратно. Связаный я не могу объяснить по-русски. Я не очень по-русски. То есть то, что он в туалет, козел или коза ходит? Ну через нос в туалет, да? Сарка. Сама коза. То есть коза... Ну так я слышал. Ходит в туалет через нос. Поэтому люди ненавидят или не очень любят. Я вот это первый раз, честно. Я тоже слышал. Ты где эти слухи собираешь? На каких же желтых газетах? Город маленький. И слухи быстро про козу расходятся. Ребята, настало время, чтобы задумать старость. Ну как, понимаете? А своей старости? Да. Ты же уже старики себя записал? Нет. Домничный, будущий надо. А, чтобы за тобой кто-то ухаживал, помогал. Чтобы ты был не один. Это самый первый у нас в Узбекистане. Это всегда все четко идет. Жизнь идет. Надо уже задуматься надо. В дальнейшем, чтобы старости, все, чтобы хорошо было. Кто-то ухаживал тебя с тобой. Ну, надо все четко планировать надо. Ну, это все. Именно это в Узбекистане, это четко. То есть в Узбекистане все думают о старости? Ну, о родителях, о своей старости? Да. Чтобы не остаться? Да. Вот я сейчас маму отнесу, смотрю, да? Ну, вот так идет. Сын, внук всегда должна... Ну, кто-то ухаживает, кто-то в это. Ну, у нас такого нету. Кого это... Родители все, старые, да? Все там, дом старуху отвезли. Такого нет у нас. Ну, ухаживают. А вообще нету или бывают случаи? Бывают случаи, ну... Ну, это вообще позор, да? Что бессердечные есть. Это позор вообще, считай? Это вообще позор. Ну, надо всегда... У нас такое... Как это? По-русски. Как объяснить? В общем, уважение... Не выросли, не так выросли. Ну, воспитали так нас. Нас так воспитали, но... Не именно меня. Я всем советую, чтобы всем, всем, своим родителям, всем... Смотрите, чтобы... Смотрят, ухаживают. Не бросайте никому. Это же ваши родные. Не каждый сможет, и каждый сможет. Не каждый сможет, а сможет каждый. Ребята, не каждый сможет, а что каждый сможет. Никто сможет... Никто сможет... Никто сможет... А-э-э-э... Не каждый сможет... Тут самое интересное, что он за кадром ее сам нам сказал. И как только ты доходит с дела на видео, он все, короче... Забывает тут. После штуки просто блокировка всего. В общем, день как день, друзья. Все хорошо. Радостные новости, радостные вести. Поздравляем Федю еще раз. Цветы тебе какие дарить надо будет? Радостные вести. Радостные вести.